Всем привет, мои дорогие! Я Елена Голан, добро пожаловать в гости ко мне на модный канал. Сегодня у нас с вами видео большой unpacking, большая распаковка всего того, что я купила на черную пятницу и в начале зимних скидок. Здесь будет и middle market, и немного люкса, и наши любимые масс-маркет бренды, такие, например, как манго. Каждую вещь, которую я буду распаковывать, я сразу буду примерять, конечно же, на себя и давать готовые идеи, как это можно сочетать и с чем носить. Так что в этом видео вы найдете еще и капельку вдохновения для вашего зимнего стиля, не переключайтесь. Итак, честно говоря, начиная снимать видео, я даже не знаю, сколько аутфитов у нас с вами получится, потому что кое-что я еще даже не распаковывала. Честно говоря, кое-какие посылки я уже распаковала и успела неоднократно носить. Буду показывать свои инстаграм-сторис для того, чтобы вам визуализировать, как это выглядело в реальности. Ну и, конечно же, напоминаю о том, что все, что вы увидите в этом видео, залинковано в инфобоксе. Никаких дополнительных вопросов. Я пропишу свои параметры, свои габариты, размеры, которые я купила. И все аутфиты оставлю в виде ссылок в инфобоксе и, скорее всего, буду использовать верхний комментарий, как продолжение инфобокса. Так что вся информация, никаких дополнительных вопросов, вся информация вас ждет в описании под этим видео. Ну а мы с вами начинаем. И первая посылочка это такая большая, ух, большая-большая посылка, которая ко мне пришла с Farfetch. Farfetch, честно говоря, я еще ее даже не распаковывала, так что сейчас мы с вами добавим немного дофамина в нашу будни. Итак, распаковываем. Тихо. Ой. Вот она, обувь номер один. Это... Та-та-та-тан-та-дан. Давайте смотреть вместе. Это кеды Джилл Сандер. Опять же, честно, рассказывала, рассказывала о них в видео о том, на что стоит обратить внимание на скидках на Черную Пятницу. Но что-то, мне кажется, какой-то очень большой размер. Давайте мерить и смотреть, насколько я угадала с размером. Нет. Давайте сначала посмотрим, что там дальше у нас. И база, абсолютно базовые, нейтральные, белые, классические кроссовки, которые так получилось, что у меня отсутствуют в гардеробе, поэтому мне нужны были какие-то вот такие чистые базовые. Сейчас будем все мерить и экспериментировать. Да, они, конечно, кажутся огромными, но прежде всего за счет очень высокой платформы. Сам размер мой, 37-й, то есть итальянский размер. Они идут, можно сказать, что размер в размер. И знаете, когда я их получила, честно, когда заказывала их, я совершенно не знала, как и с чем я их буду носить. Так не делайте, так нельзя делать. Но, учитывая мою фантазию и мою любовь к экспериментам, я могу себе позволить покупать вещи, совершенно не задумываясь, как я их буду носить, уверена, всегда. Миллион идей у меня возникает именно в процессе примерки вещей дома. Итак, прежде всего хочется экспериментировать с сочетаниями цветов, и мне хочется к ним добавить что-то оранжевое. Да, я добавила оранжевые брюки, которые были у меня в гардеробе. Честно говоря, вот сейчас, померив их, я понимаю, что они буквально на полуразмера большомерят. То есть, наверное, на полуразмера меньше нужно было бы взять, но в любом случае я была готова к эффекту вот такой тяжелой обуви, потому что она сейчас в тренде, и мне нравится вот этот эффект, когда ты высоко идешь над землей. И для того, чтобы компенсировать вот этот тяжелый низ, я выбрала брюки, которые имеют, ну, такую, скажем, относительно узкую посадку по бедрам, и кардиган укороченный для того, чтобы не закрывать вот эту часть и не создавать двойной объем оверсайза и сверху, и снизу. Именно поэтому вот даже предпочитаю носить кардиган спущенным на одно плечо. Вот именно в таком формате мне нравится больше всего. Кстати, здесь еще есть одна новинка. Это топ бюстье, который я купила у Манго. Буквально вот недавно забежала к ним в магазин, и мне понравилось. Кстати, очень советую. Это, да, очень плотная синтетика, но с другой стороны, он очень классно сидит, очень красивые узкие бретельки. На мне размер XS и сел идеально. Вот конкретно в таких случаях, когда нужно что-то базовое, нейтральное, но в то же время архитектурное, это идеальная вещь. И сейчас покажу, что будет сверху. Та-да! Не поверите, я наконец-то решила купить себе базовый, нейтральный, черный пуховик. Знаете, такой скучный черный пуховик. Никогда раньше в моем кардеробе не было ничего подобного. Это пуховик Prada. Хотя, честно говоря, конечно, его можно было бы и заменить любым другим пуховиком. Главное, чтобы он был нейтрального силуэта и не имел никаких логотипов, полосочек, эмблем. Почему? Потому что мой собственный стиль достаточно колорблочный, яркий. И если вы рассмотрите этот аутфит, то вы поймете, что ничего, кроме черной верхней одежды, сюда бы не подходило. Ну и так как в последнее время хочется по максимуму оставаться в тепле, то я выбрала конкретно пуховик. Итак, сейчас я вам покажу, как этот пуховик выглядит в застегнутом виде. Покупала я его, кажется, тоже на Farfetch, но распаковки нету, потому что я как только получила, сразу померила, чтобы убедиться, что размер мой. Тут очень сложная схема, тут есть вот такой вот карабинчик, сейчас, подождите, вот такой вот карабинчик. Чем он хороший, почему именно его я выбрала? Потому что можно обозначить талию. Для моей фигуры это принципиально важно, я невысокая, я, ну, скажем так, примерно грушу, когда поправляюсь. Поэтому мне важно обозначить талию, чтобы силуэт, скажем так, миниатюрной девушки выглядел более аккуратным и более собранным. Сейчас покажу, как это все выглядит в полный рост со всеми аксессуарами. Еще забыла сказать, что это пуховик-трансформер. Вы знаете, что я люблю такие многофункциональные вещи, у пуховика отстегиваются рукава, то есть ближе к весне я буду носить его как жилет. Еще я выбирала между пуховиком Акне, у которого тоже затягиваются с помощью кулисок тот самый иксообразный силуэт. Тоже очень классные пуховики, но у меня есть точно такое же в лаймовом цвете, который я покупала в прошлом году, поэтому я решила не повторяться. Оставлю вам ссылки на похожие, максимально универсальные, базовые, нейтральные черные пуховики, которых очень много есть в масс-маркете. Конечно же, Prada, я считаю, что в данном конкретном случае, ну, наверное, никак особенно не отличается от каких-то более нейтральных и более доступных пуховиков, честно заявляю. Но лично мне захотелось попробовать что-то от этого бренда, потому что сейчас он настолько активен, настолько в высоком тренде, все говорят о какой-то новой эпохе Prada, поэтому мне захотелось что-то попробовать. Итак, возвращаемся к теме цветовых сочетаний, и сейчас покажу, что я добавляю для того, чтобы закончить образ. А сейчас я утепляюсь, потому что я знаю, что вы любите максимально утепленные, реалистичные носибельные луки. Я добавила аксессуары, которые повторяют уже существующую цветовую комбинацию. Кстати, шапка Бини, это тоже новинка моего гардероба, одно из самых просматриваемых и популярных видео у меня на канале, оставлю ссылочку вот здесь в подсказках. Это видео полный гид по головным уборам на зиму, там мы с вами обсуждали тему базовые, трендовые, различнейшие головные уборы, и, конечно же, мы говорили о Бини. Я много там рассказывала о вязаных шапках Бини бренда Acne Studios, это мой, один из моих любимейших европейских брендов, и их шапки, это лично для меня такой, знаете, абсолютный must-have на зиму, потому что они очень теплые, они очень классно смотрятся, и у них такой, знаете, правильный объем. Не слишком объемные, не слишком узкие, и я, в принципе, готова для высадки где-то на Северном полюсе, потому что лично мне вот в таком образе очень тепло, даже жарко, все, я раздеваюсь. И вот еще одна моя новенькая прелесть, да, это Джилл Сандер, вы, наверное, вспоминаете, я рассказывала об этих сумках, и если вы такой же любитель цветовых сочетаний, колор-блоков, как и я, то ищите вот такие простые минималистичные формы, которые не будут перегружать ваш образ. А теперь показываю, как это все выглядит. Обратите внимание, что основа у меня полностью черная, я надеваю зеленое пальто моего бренда, это прошлогодняя коллекция, даже не спрашивайте, конечно же, их нет в наличии. И посмотрите, как уже классно у нас с вами сочетается синий и зеленый, это аналоговое сочетание цветов, оно всегда очень приятно и комфортно глазу. Однозначно я буду оставлять эту сумку, если с кедами Джилл Сандер я немного сомневаюсь, как вы видели, я бирку еще не сняла, возможно, буду возвращать, возможно, нет, еще не знаю, но эту сумку я однозначно оставляю себе, она, знаете, даже лучше, чем я ожидала, да. Вы видите, как блеск из моих глаз вылетает, да, звездочки, это звездочки маленького шапоголистического счастья. Сейчас покажу, как все выглядит в полный рост. И для того, чтобы усилить эффект сочетания этих двух цветов, я просто добавляю аксессуары, которые примерно совпадают по уже указанному цветовому сочетанию. Итак, шарф Acne Studios, я вам тоже уже, кажется, рассказывала о нем, он сейчас есть и на Farfetch, и на Net-a-Porter, его очень легко можно везде найти. Микрофон не перекрыла, нет, и та же самая синяя шапка Acne Studios, кстати, она прошлогодняя, как вы видите, ну так, немного поношенная, но в принципе, я обожаю, как они смотрятся на мне, мне кажется, что вот это идеальный объем. Еще раз показываю вам свой аутфит в полный рост, мне очень нравится, как сочетается здесь несколько оттенков синего и нейтральный такой летний хороший зеленый цвет. Кстати, еще здесь у меня новое ботильоны, это недорогая покупка, не делаю вам онпекинг, потому что я их купила давно на Asos, они стоили ну всего ничего, я надеюсь, что они все еще есть в наличии, я смогу их залинковать. Мне хотелось такие, знаете, ботильоны, рабочая лошадка на невысоком каблучке с очень острым носиком, такая трендовая модель, надеюсь, вам нравится, обязательно ее залинкую. А вот сейчас у меня для вас супер важное объявление, я не делала распродажу своего гардероба ровно 5 лет, и естественно, за это время у меня накопилось очень много интересных вещей, которые я даже толком иногда и не успевала носить в специфику своей профессии. Я, конечно, ни в коем случае не хочу вас толкать на такой же шапоголизм, каждый, я думаю, что взрослый человек принимает сам решение, надо ему покупать эту вещь или нет. Но я заговорила сейчас не об этом, а о том, что я создала отдельный инстаграм-аккаунт, здесь где-то напишу название этого инстаграм-аккаунта, естественно, залинкую его в инфобоксе, куда я буду в ближайшее время выставлять все вещи, с которыми я готова уже распрощаться. Все габариты, все какие-то, возможно, изъяны, если они есть, вся информация будет под указанной картинкой. Этот аккаунт будет вести мой ассистент Ника, так что можете напрямую к ней обращаться. И попрошу набраться терпения, потому что Ника у меня одна, я так понимаю, что первые сутки, первые двое суток, как выйдет это видео, ажиотаж будет большой, будет много вопросов, поэтому наберитесь терпения. Ну и сразу скажу о том, что там будет, кроме очень многих классных вещей, которые прожили со мной в моем гардеробе, достаточно много времени, там будет еще и ликвидация склада The Other Colors. Там были остатки некоторых изделий, которые мы использовали или для съемок на моделях. Кстати, там разные размеры, не только XS, но и L в том числе. И будет много-много классных вещей, которые я знаю, что вы ждали, и сейчас они доступны к покупке. Ссылка в инфобоксе, а я побежала переодеваться. Ну, я, конечно же, забыла про белые кроссовки Riba, которые вам заявила в начале видео, и забыла показать на себе. На самом деле, тяжело даже себе представить, в каком образе будут плохо смотреться нейтральные белые кроссовки. Вы знаете, что я фанат бренда Riba, у меня было несколько моделей Riba Classic, я их покупала одну и ту же модель два раза, и, честно говоря, я устала, подумала, не, ну, надо заказать все-таки какую-то другую модель Riba. Покупала я их на Farfetch, они стоили, ну, просто какие-то очень смешные деньги, примерно 40 евро или около того. Оставлю ссылку на них в инфобоксе. Ну, и для того, чтобы вас все-таки еще раз немного вдохновить на кроссовочный образ, покажу вам вот такую идею простого, но в то же время теплого образа. На мне вы видите, кроме кроссовок, еще и белую шубу бренда Paro, что же ее покупала на Farfetch, что же за линкуин в инфобоксе. Кстати, она же есть еще у них в других оттенках, базовых и более ярких оттенках. Кстати, это шуба-халат, то есть можно ее на запах вот так вот застегнуть, ладно, не буду сейчас это делать. Шарф Acne Studios, это прошлогодний шарф. Кстати, вот не удержалась и заказала себе еще точно такой же ярко-синий, покажу его здесь, он, я думаю, придет ко мне уже на следующей неделе. И нейтральные аксессуары, которые просто дополняют уже существующий образ. Кстати, да, очки вы тоже уже видели, это очки CELINE, тоже их на всякий случай залинкую, потому что, возможно, ближе к Новому году они их выведут на сейл. Очень нравится мне носить их в таких черно-белых или графитово-серых образах. Кстати, вот эти брюки нашего бренда The Other Colors остались буквально в одном экземпляре в очень маленьком размере, XS, он примерно на талию, скажем так, 60, да, 60, максимум 62. Возможно, среди вас есть та самая дюймовочка, которой по супер-супер-супер скидке достанутся эти брюки. Да, кстати, проговорю здесь еще раз, что мы даем, ну вот прям действительно максимальную скидку, там цены в этом аккаунте, где и мои вещи, и вещи The Other Colors, ну просто по максимально минимальной цене. Надеюсь, образ вам нравится, а я пошла переодеваться, потому что у нас впереди еще много новинок. И еще одна вещь из разряда, моя прелесть, моя прелесть, моя прелесть, смотрите, какая классная кожаная юбка Topshop, покупала на ASS, на мне размер UK6, специально выбирала по посадке по талии, чтобы казаться такой максимально стройной девочкой. Она еще не вытянулась, то есть видите, я ее только пару дней назад как получила, есть заломы, скорее всего она и не вывесится. Я думаю, что ее надо будет ложить на стол, на заломы выкладывать какие-то тяжелые книги, в общем, если есть какой-то готовый ноу-хау, как выпрямить вот такую юбку, то обязательно рассказывайте, потому что предыдущие юбки у меня вывешивались, и любая проблема решалась. Это сама вывешиваться не хочет. Посмотрите, какая классная посадка, вот этот вот силуэт идеально подойдет и для девочек груш, чтобы спрятать ушки, и просто для любителей подчеркнуть свою узкую талию. Единственный минус, о котором хочется сказать, что если у вас есть низкий животик, вот тот самый женский такой, знаете, животик, то, наверное, юбка не для вас, потому что она будет его подчеркивать. Во всех остальных случаях я очень рекомендую эту юбку, я уверена, что она станет любимицей, и вы ее будете много-много раз видеть у меня в инстаграм, потому что, знаете, вот прям хочется ее надевать, куда-то выходить, фотографироваться. Кстати, сейчас покажу, как она выглядит с сумкой. Вот такое миксование принтов мне захотелось создать вместе с этой юбкой. Конечно, сюда подойдет и любая цветная юбка, и обычная черная, точнее юбка, сумка, и черная, и белая. Но мне именно захотелось, знаете, так усилить вот этот вот эффект черно-белой геометрии и добавить клатч-зебру. Любая верхняя одежда сюда подойдет, или черная, или белая. Я думаю, что вы влюбились в эту юбку точно так же, как и я. А я побежала переодеваться. Продолжаю рассказывать о покупках на Asos. Кстати, многие мне в директ написали, что как я совершаю покупки на Asos, там же все такого плохого качества. Во-первых, их оригинальный бренд Asos Design действительно в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Поэтому чаще всего, если я и покупаю что-то на Asos, то это их приглашенные, скажем так, бренды. Допустим, юбка, предыдущая юбка была Topshop. Эти джинсы это бренд Selected Femme. Наверное, многие знают об этом бренде. Очень классная у них идеальная посадка, особенно для девочек груш, у кого есть большой переход между бедрами и талией. Особенно у кого поясница с большим таким вот изгибом. То есть это, наверное, редкие джинсы, которые действительно хорошо сели на мой глубокий изгиб и хорошо смотрятся. Вот сразу даже ничего не хотелось мне переделывать. И второй плюс это то, что очень-очень плотный, классный деним прежде всего для зимы. Я это называю вот идеальные молочные белые зимние джинсы. Кроме этого, кстати, они не белые, а очень такой приятный кремоватый оттенок, который, кстати, как вы уже, наверное, заметили, идеально сочетается с моим кашемировым кардиганом бренда Вандер. Я знаю, что много раз я давала ссылку на него, но их не было в наличии. Насколько я знаю, сейчас девочки его дошили, выставили на склад, так что если он раньше вам не достался, сейчас у вас есть шансы. И еще одна вещь, которую вы видите в этом аутфите, это сапоги-казаки изобальмарана. На самом деле, это их базовая коллекция, они выпускают подобные казаки или ботинки или ботильоны в стиле вестерн много-много лет. То есть каждый год у них подобные сапоги или ботинки в различных нейтральных базовых оттенках. И почему-то именно в этом году мне их захотелось купить, хотя этой модели уже много-много лет. Наверное, потому что на Net-a-Porter они мне попались с какой-то огромнейшей скидкой, 60 или даже 70 процентов. Оставлю на них ссылку в инфобоксе. И почему-то вдруг я почувствовала, что вот мне хочется поэкспериментировать в этом направлении, хотя признаюсь, что раньше меня никогда не тянуло в эту сторону. Но, вы знаете, я люблю очень экспериментировать, я люблю внедрять какие-то новые элементы в свой кардероб, и мне даже все равно это тренд или не тренд. Потому что, ну, с такой академической точки зрения, наверное, можно сказать, что сапоги-казаки – это вчерашний тренд. Ну, наверное, кто-то может сказать так. Для меня это просто классная обувь в стиле боха, с которой можно классно экспериментировать. Кстати, они же продаются еще и на Farfetch во всех цветах и во всех размерах. Оставлю ссылку на них в инфобоксе, и посмотрим, как это все выглядит с верхней одеждой. Я вам показывала, кстати, этот аутфит у себя в Instagram Stories. Получила много комплиментов. Это шуба нашего бренда The Other Colors. Насколько я знаю, конкретно в этом цвете осталось буквально несколько размеров, но мы в Instagram аккаунте выставим и в черном, и в карамельном, там буквально по несколько экземпляров, по одному, по два экземпляра, не во всех даже размерах. Но я знаю, что очень многим эти шубы понравились. Они на утеплителе, то есть кроме того, что это хороший плотный мех, это еще и шуба на зимнем утеплителе, поэтому, ну, можно сказать, что это по-настоящему согревающая верхняя одежда. Я пошла переодеваться, надеюсь, вот такой образ вам нравится. Я побежала. Кстати, вот вам еще одна идея. Красный плюс бордовый. Но на самом деле, сейчас я вам хочу рассказать про ботинки Chelsea. Это... сейчас, подождите, возьму их как-то так удобно. Это манго, я о них рассказывала вам в своем видео, обзор новинок. Они кожаные, из натуральной кожи, очень, видите, очень такая грубая, толстая подошва. Единственное, что я не учла, когда их заказывала, это то, что кроме очень тракторной подошвы, здесь есть еще и удлиненный носок. И в связи с этим, конечно, стопа очень удлиняется. То есть у нас есть и массив, и удлинение носочка. То есть по факту они, ну, сантиметра два имеют больше длины, чем если бы это был круглый классический носочек. Но я их все равно себе оставила, потому что они безумно удобные. Знаете, я погрузила ногу в них и поняла, что, ну вот действительно, в таких ботинках, на удивление, можно проходить достаточно много километров и даже не ощутить тяжесть. Они относительно легкие, подчеркиваю, относительно, как учитывая, что подошва здесь большая. И они полностью изнутри мягенькие-мягенькие. Я подумала, что у меня как раз нету подобных ботинок на плоской подошве на каждый день зимой, поэтому все-таки решила их оставить и уже много их носила. А сейчас давайте немного поиграем в тикток. Давайте. Раз, два. Вот так. Простите мне эту тиктоковскую хитрость. На самом деле меня нет в тиктоке, я его тяжело вообще никак не понимаю, никак вообще ни в каком месте. Кстати, напишите в комментариях, мне будет интересно понять, моя взрослая думающая аудитория сидит ли в тикток, на кого вы там подписаны, будет интересно почитать, потому что я совершенно не понимаю, стоит мне туда идти или нет, потому что, о май гад, это все какая-то иная планета для меня. Так вот, вернемся же к теме ботинок. Обратите внимание, что вот именно с широкой штаниной такие ботинки выглядят более аккуратно. Они уже не настолько вытягивают стопу, как если бы я, допустим, надела укороченные брюки и проявила бы узкую щиколотку. Вот такой образ у меня получился. Сейчас я покажу его еще и с верхней одеждой. Добавила пуховик Prada. Теперь я думаю, что вы еще раз убедились, что конкретно моему гардеробу действительно нужна нейтральная черная одежда, верхняя одежда, для того, чтобы компенсировать все мои сумасшедшие цветовые эксперименты. И я добавляю красную сумочку, которая примерно в цвет брюк. На самом деле, если разложить этот образ, он немного перекликается с образом номер один в этом видео, но выглядит совсем по-другому, потому что сами оттенки другие. Но в то же время, обалденно удобно вот в таком образе добавить только черную шапку или розовую шапку. И можно ходить весь день в холодную прохладную зиму. Конечно, термобелье и какие-то теплые колготки под брюками – это must have. А у нас с вами последний, самый-самый последний пунктик. Сейчас быстро мотанусь и вернусь. Уи! Домашние тапочки. Это тоже манго, я о них рассказывала в видео о лучших и худших новинках. И мне захотелось купить домой, знаете, такие домашние теплые меховые тапочки. Честно говоря, я планировала их носить и на улицу. Ну, это, конечно, если набраться много-много смелости, насмотреться много-много-много европейских фэшн-блогеров. Еще раз вдохнуть-выдохнуть, надеть теплые шерстяные носки и попробовать составить образ с этими тапочками на улицу. Но боюсь, что такого количества смелости мне не набраться. Это во-первых. А во-вторых, они на самом деле для этого не годятся, потому что очень-очень тонкая подошва. Ну, прям очень тонкая. Если бы хотя бы в три раза толще подошва была, может быть, тогда бы и получилось. Поэтому они отправляются в домашние гардеробы. Я их буду с удовольствием носить дома. И как раз мы с вами заканчиваем аутфитом выходного дня. Настоящий такой, знаете, теплый зимний спортивный костюм. И новые кроссовки, кстати, вот, наверное, из всего видео эти кроссовки, я уверена, что станут моими любимчиками. И учитывая, как много в последнее время хочется носить удобную обувь, станут, ну, наверное, одной из самой носибельной и часто надеваемой парой обуви в моем гардеробе. Модель Nike называется Runner 2. Я как раз хотела что-то такое, знаете, вот с ретро-ноткой, не слишком раскрученная, не ugly snickers, какую-то классику с такой легкой ретро-ноткой. И когда я их увидела в каталоге у Nike, я подумала, вот, это как раз то, что я хотела. Модель называется Runner 2. У них есть еще несколько похожих моделей, например, Tailwind. Обязательно оставлю ссылки на все подобные модели Nike, которые я найду. Ну, конечно, не для очень холодной зимы, но для моей зимы это идеальная модель обуви. Брюки Asos. Помните, я вам говорила, что на Asos нужно покупать приглашенные бренды. Так вот, у Asos Design, у оригинального бренда Asos Design, что хорошо получается? Так это костюмы, спортивные костюмы, базовые белые хлопковые футболки или лонгсливы. Вот такие базовые спортивные вещи у бренда Asos Design получаются хорошо. Хорошо, эти брюки, на самом деле, если быть честной, я покупала очень давно. Но просто я знаю, что у меня было, ну, так уж много вопросов, что я решила рассказать, что да, эти теплые, по-настоящему такие, знаете, теплые трикотажные спортивные брюки покупала на Asos. Оставлю ссылку на них, потому что они постоянно дышивают подобные модели. А худи купила у Pull&Bear. Я тоже вам рассказывала, что у них есть классные худи. Если вам нужна, знаете, такая теплая, очень теплая кофта, которая будет по-настоящему согревать, то именно эти модели, которые имеют вот здесь логотип, это у них самые теплые модели. Что хорошо, что конкретно они есть, ну, просто в огромнейшем количестве цветов, просто все цвета радуги. И, кстати, забыла же, важное самое сказать, они из мужского отдела. Это буквально на Черную Пятницу я забежала в Pull&Bear, у меня было свободное время, я увидела и сразу купила конкретно это худи, потому что еще с прошлого года у меня есть неоновая такая же. Кстати, сейчас покажу вам свой аутфит, который я публиковала в Stories. Там эти же кроссовки и это же худи, но в другом оттенке, который у меня в гардеробе уже больше года, наверное. Да, оставлю все ссылки в инфобоксе. Да, и вот так выглядит этот же аутфит в формате настоящего зимнего образа, выходного дня. Сейчас я все застегну, не хочу это при вас делать, потому что будет очень шуршать микрофон. Сейчас я все это застегну, добавляю в свою любимую старую, очень-очень старую сумку Бимба и Лола, черную шапку и убегаю с семьей гулять. А с вами буду прощаться. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно напишите в инфобоксе, что вы советуете мне оставить, а что, возможно, вернуть. Честно говоря, я хочу все оставить, мне все понравилось. Я все большую часть уже носила, получила удовольствие. Сомневаюсь по поводу кеты Джилл Сандер. Я так давно и хотела, но, видите, все-таки они большеватые. На меня на полразмера меньше, сели бы лучше. Вот, в общем, по поводу кеты я сомневаюсь. Обязательно напишите в комментариях, что вернуть, что оставить. Ваше мнение. А я буду с вами прощаться. Напоминаю о том, что ссылка на мой инстаграм-аккаунт, в котором я буду продавать все свои старые любимые вещи, находится в верхней части инфобокса. И, пожалуйста, наберитесь терпения, потому что все по одному экземпляру. Ника у меня одна. Поэтому, возможно, не так быстро мы будем вам отвечать в первые сутки. А я с вами прощаюсь. Напоминаю о том, что ссылки на все мои новинки тоже в инфобоксе. Всем хорошего дня, солнечного настроения и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. А теперь маленький и неожиданный постскриптум. Только я закончила съемку, на следующий день, буквально утром, курьер принес новую посылочку. Помните, у меня было видео «Идеи наряда для встречи нового года дома?» Оставлю ссылочку на это видео или здесь, или здесь. Я уже запуталась. Так вот, в этом видео я рассказывала про пижамные, нарядные пижамные комплекты для встречи нового года дома. И я рассказывала о том, что закажу себе вот такой комплект украинского бренда Day Sleeper. Заказала с официального сайта. Безумно довольна. Посмотрите, какие классные перья на манжетах. И точно такие же внизу брюк. Очень классно сидит. Очень удобная посадка. Есть накладные кармашки. Добротная, качественная, плотная ткань. Слегка эластичная. Все как надо. Кстати, летом буду продолжать носить его, отстегнув перья, потому что они очень удобны на маленьких таких заклепках невидимых. То есть, можно будет его продолжать летом носить, как обычный черный пижамный комплект. Есть один минус. Посылка не отгружалась очень долго. Я так понимаю, что они не имеют своего собственного склада. То есть, начинают отшивать только тогда, когда получают полную оплату. Так что вы можете просто банально не успеть получить изделие до нового года. Но они же представлены и у различных ритейлеров. Farfetch, Shopbop, Net-a-Porter. В различных цветах у них есть эти комплекты. Везде оставлю ссылочку на них. Там, естественно, они уже все отшиты. Ждут вас на складе. И еще, посмотрите, я надела ваши ненавистные серьги, потому что, мне кажется, во-первых, они классно перекликаются с изящными тонкими перьями и с белыми пуговицами. Но, как я тоже рассказывала в своем видео, я еще и заказала белый цветок из шелка. Если я надену брошь, то, конечно же, серьги заменю на какие-то более минималистичные и простые. Ах да, кстати. И смотрите, из старых запасов у меня есть сумочка манго, которой 100 лет. Смотрите, как классно все смотрится. Не знаю, зачем мне сумка. До встречи для машины нового года. Ну ладно, теперь я точно вас уже отпускаю. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Как же приятно видеть, что все-таки некоторые люди досматривают видео до самого конца. Тогда буду рекомендовать вам посмотреть лучшие из моих видео, снятые в недавнее время. Во-первых, это полный гид по головным уборам, по шапкам и шляпам на зиму. Что с чем сочетать, какие актуальные шапки, какие трендовые, как сочетать шапку с верхней одеждой и где купить самые трендовые варианты. Кликайте на прямоугольничек сверху, если хотите посмотреть это видео. И кликайте на прямоугольничек снизу, если хотите посмотреть видео про самые лучшие, интересные, удобные наряды для встречи нового года. Ну и, конечно, напомню о том, что нужно кликать на этот кружочек для того, чтобы подписаться на мой канал и, да, больше не пропускать мои обновления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!